Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, я медленно, но верно иду на поправку, тем не менее, новые видеоролики всё равно должны выходить каждый день в 20.00, поэтому вот они, так сказать, выходят. Сегодня мы опять обсудим тему стрейков, так как новый сам пообзор, который выйдет уже 18 декабря в 20.00. Это будут премьеры, это будут все вот эти вот вещи. Сразу бы хотел сказать, что сам пообзору, скорее всего, постараться максимально быстро удалить, максимально возможными методами там как-то застрайкать, ещё какие-то вещи сделать, поэтому, ну, как бы, сами понимаете, что нужно сделать. Я тут ни к чему призывать не буду, вот. И, тем не менее, хочу, чтобы хоть какие-то ролики, я не знаю, предшествующие вот этому обзору тут остались с отсылками на этот самый обзор, чтобы просто так бесследно он не прошёл. Опять-таки, сегодня поговорим про страйки, про авторское право, про то, что Юла, это партнёрская программа многих людей, многих, там, я не знаю, ютуберов и так далее, то, что она начала рассылать письма счастья и всего прочего, хотя письма счастья так пишутся, по-моему, про какие-то плохие письма, тем не менее, тем не менее, про всё это мы поговорим. Так вот, количество ютуберов, которые пострадали от Warner Music Russia, превысило 200 человек. В их числе большое количество GTA-самп ютуберов, а также ютуберы с большого ютуба, в том числе КМХ, у которого там, я не знаю сколько, более, по-моему, двух миллионов подписчиков. Я боюсь ошибиться, в общем-то, более миллиона подписчиков у него там, вот, и где-то в таких числах у него всё, то есть более миллиона и менее десяти миллионов, да, как-то до менее пяти, можно даже сказать, и это всё равно будет в том или ином случае нормально. Однако, однако, друзья, перед тем, как продолжить вам всё это рассказывать, я должен сказать, что Arizona, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, Dante Connor, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня, всё это находится в описании, а также в закреплённом комментарии под данным видеороликом. Может что-то зайти и что-то, там, я не знаю, написать в репорт или написать в чат и в целом начать прокачиваться. С чего вообще всё началось? В одно какое-то раннее утро всем самперам вдруг внезапно начали приходить страйки на стримы, которые у них там были в записи и во всех прочих вещах, вот. И эти страйки, они начали приходить, в частности, от такого исполнителя, как Big Baby Tape, но, допустим, тому же Долорензи пришло и за песню, как бы, с Киби Ди от Little Big, потому что, как бы, они тоже находятся в лейбле, хотя это, наверное, больше дистрибьютор или, я не знаю, Warner Music, это что вообще такое-то, блядь, лейбл, дистрибьютор, я не знаю, или лейбл и дистрибьютор, это, блядь, одно и то же, неважно. Вот. И, значится, в чём вся проблема? Начали им приходить страйки и всё такое. И то есть, поначалу это было буквально, там, несколько человек, там, самый первый пострадал, насколько я понимаю, Лайт Джокер, и более там были какие-то такие, знаете ли, маленькие ютуберы, которые, типа, ну, забанили их и забанили у Мау Дамиана, 6 страйков у какого-то, там, я не знаю, ещё ютубера, 13 страйков, вот, и до Лорензи прилетел совсем недавно третий страйк, что обозначает, что его канал будет забанен. Но, вот, как-то так всё это и происходит. И, вот, совсем недавно партнёрская сеть ЮЛА, которой ранее я был подключен, которая ранее ещё была в ВСП, если тут есть какие-то старожилы ютуба, то они об этой партнёрке могут знать, вот. И к этой партнёрке подключено большинство вообще ютуберов, сам ютуберов и всем, и всех прочих ютуберов, вот. И эта самая партнёрка, она разослала предупреждение, чтобы они не использовали треки, на которых нет лицензии, вот. А те ролики, где уже есть музыка, там, от Ворнеров, чтобы они все эти ролики удалили, потому что, ну, даже если ролик у вас в ограниченном доступе даже, то есть, не в доступе по ссылке, даже если он у вас в ограниченном доступе, всё равно SunStrike может прийти, вот. И дело в том, что, ну, уже как-то, я не знаю, обсуждаются вопросы вроде как с этим самым лейблом, но, насколько все говорят, этот лейбл достаточно категоричен, и, ну, всё не особо радужно. Шансов того, что они снимут страйки, их мало, вот. И всем, так сказать, ютуберам, Юла сказала подавать встречную апелляцию, хоть и там, знаете, Долорензи не верил, что эта встречная апелляция работает, сказал, что его пошлёт нахуй и так далее, я ему, конечно же, там в инста-сторис ответил, вот. И, значит, Юла сказала отвечать ютуберам, там, подавать в апелляции, типа, следующий текст, мол, я автор данного видео, хотя, стрим, а музыка на стриме использовалась в качестве звукового сопровождения и звучала на фоне, а основной акцент сделан на моей игре и комментарии, и комментирований, типа, чё-то наподобие того. Однако, несмотря на всё это, то есть музыка на фоне, это всё равно музыка, а использовать чужую музыку без покупки лицензионных прав, даже не без разрешения, а без покупки прав на эту самую музыку, нельзя. Поэтому, вот так всё это происходит, да. К сожалению, к сожалению, это происходит так. Однако, если бы GTA-самп ютуберы делали критику на этот, я не знаю, трек от Big Baby Tape, если бы они делали разбор всего этого, если бы там они делали ещё пародийный контент, они бы делали за всё это, естественно, пародийный контент со своим битом, разумеется, за всё это можно было бы порубиться в суде, вот, и попробовать даже что-то отстоять. А так как это стрим, и надеяться тут остаётся только на то, что сам ютубер, у которых действительно есть деньги, то, что они, так сказать, наймут себе юристов, и в суде как-то договорятся с Ворнерами, с представителями Ворнер Мьюзик, вот, и больше надеяться не на что. То есть, разумеется, надеяться на то, что они выиграют суд не стоит, суд тут выиграть достаточно проблематично, если вообще невозможно, я лично не нашёл, возможно, у нас есть такая статья, но у нас вроде как нету статьи, по которой можно было бы просто так включить на фоне музыку, и вот её слушать во время стрима. Насколько я понимаю, у нас такого нет, то есть сам ты слушать можешь, на каких-нибудь стриминговых сервисах, и на всём прочем, а как бы транслировать куда-то всё это ты не можешь, поэтому вот так вот всё это делается, да, и оказывается, что авторские права нужно соблюдать, и опять же, я уже много раз говорил, что у нас есть 1274 статья, по которой вполне возможно, там даже какой-то средненький юрист мог бы выиграть дело, или хотя бы там, я не знаю, как-то нейтрально договориться, чтобы просто там ролик разблокировали, но заплатили просто какие-нибудь отчисления в Центр авторских прав в России, там и так далее, ну то есть, я не знаю, как всё это делается, но я уверен, что можно было бы договориться, но так как самперы, они ж у нас не конфликтные, они ж у нас, они кого не критикуют, они ж у нас все такие добрые, вот и получаете за доброту-то, за свою душевную, вот и получаете, да, так и получается, вот, поэтому если бы вы критиковали треки, если бы вы делали что-то прочее, в суде можно было бы что-то подумать, а так нет, так, ну, вообще нет, поэтому, это всё, что я тут могу сказать, заходите на Arizona Roleplay Phoenix, а, кстати, забыл сказать, абсолютно всех GTA-самп ютуберов мне жалко, только если бы, не Владислава Павлова, Владислава Павлова в данном случае мне не было бы жалко, никогда, вот, IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании по данным видеороликам, вы можете туда зайти, и сделать все прочие вещи, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok